Всем привет! В прошлой части мы производили укладку плитки с имитацией паркетной доски. Для тех, кто не видел первую и вторую часть, я оставлю ссылку в описании видео. В этой же части мы будем обходить решетку, укладывать сапожок и затирать. А что у нас из этого получится, мы сейчас увидим. Поехали! Итак, хотел немного поделиться одной фишкой. Как вы видите, что наколенники я применяю не только для коленей, но и бывает такое. Кстати, для большой плитки это очень удобно, ведь размер этой плитки аж метр пятьдесят на ноль тридцать. И для таких манипуляций эти наколенники просто незаменимы. Теперь нам надо заготовить плинтус из плитки. И мы решили порезать их с помощью плиткореза на шине. Устанавливаем нужный нам размер и пробуем разрезать. Чтобы плитка не раскололась в сторону, пристукиваем в местах разреза, после чего надламываем. А теперь с другой стороны то же самое. Далее мы пробуем переломать. Получилось все отлично. После подготовки произведем укладку плинтуса. Далее нам предстоит зачистить швы. И у меня под рукой ничего не оказалось, кроме старого диска по металлу. Я видел как один из моих коллег ловко чистил этим диском швы. И решил тоже попробовать. Способ довольно таки неплохой. Все очень быстро чистит и плитку не царапает, так как он не предназначен для плитки. Взял вот такие вот интересные перчатки. Внутри вообще не потеют. Очень удобно. Для замывки швов буду применять грубую губку. Ну и вначале возьмем салфетку из микрофибры и обработаем полы растворителем. В дальнейшем это поможет нам смыть эпоксидную затирку без проблем. Можно применить и такую губку. Она специально предназначена для эпоксидной затирки. Далее делим содержимое пополам, если вы конечно уверены, что успеете столько выработать. Тщательно перемешиваем два компонента, после чего производим затирку швов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, обратите внимание, из-за того, что плитка была обработана, нанесенная затирка на плитку легко удаляется на все 100%. Остается только в швах, а это то, что надо. Установили отдельное освещение для хорошей видимости швов. Для замывки будем применять грубую губку, а в этом нам поможет ведро плиточника. Водичку подогреваем, чтобы смывало без проблем. Пол ведра затирки я вырабатываю где-то за полчаса, ну может чуть раньше. Ну и для того, чтобы швы не вымывались, нужно то же самое время. Поэтому, я как затер, сразу же приступил к замывке швов. Чтобы не убирать напыление на второй день, я применяю грубую салфетку для 100% удаления смолы с поверхности пола. Далее мы переворачиваем салфетку и здесь у нас получается мягкая микрофибра. Она то и снимает весь оставшийся налет. Как вы видите, плитка матовая и вся рифленая. Тем не менее, у нас получилось замыть ее с первого раза и не надо оставлять на второй день. Далее мы обойдем решетку. Также замоем грубой салфеткой. А потом быстро впитывающейся салфеткой. Она все вытирает насухо. Здесь у нас без впитывающейся салфетки, а вот здесь уже с ней. Швы получились ровные и плитка вся чистая. Кому информация была полезной, подписываемся и ставим пальцы вверх. Ну а в следующей части мы будем переходить на стены в одну линию с полами и облицуем душевую кабинку. А на сегодня у меня все. Всем пока, спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok